всем привет с вами снова военный обзор я иван савин и сегодня в гостях у нас иван николаев тут сегодня нам представишь сегодня я вам представляю три бронежилета 6b23-1 различных годов выпуска мы их будем сравнивать чем они отличаются и в каких они расцветках вообще выполнялись здесь представлены 3 версии первым делом рассмотрим бронежилет 6b23-1 2003 года выпуска из опытной войсковой партии 2004 года отличается от более поздних вариантов более квадратным вот таким напашником монолитный бронепластины стальной по третьему уровню защиты нет усиления на плечах плечи раскрываются по-другому нету шлевки удерживающий автоматный ремень или лямку разгрузки также он отличается гораздо более толстым воротником и вообще он полностью разбирается по-другому отличие от более поздних моделей мы покажем позже вторым представлен бронежилет 6b23-1 в экспериментальной расцветки для южных регионов достаточно редкая вещь встречающийся в наших краях отличие от более раннего опытного экземпляра это напашник другой формы он стал меньше он стал чуть пониже и плюс аромит который находится внутри напашника он вынимается он съемный также на камербанде есть вот такие шлевки чтобы было удобнее раскрывать всю запирающую систему и быстрее просто бронежилет снять также воротник у этого бронежилета более тонкий также появились наконец-то шлевки удерживающие лямку разгрузки или автоматный ремень также появилось усиление вот такой на плечах и по-другому устроена вообще он внутри там все очень там все очень красиво тоже покажем ну и третьим представлен 6b23-1 2009 года выпуска выполнены в расцветке емр снаружи и с изнанки в расцветке флора отличие от горного почти никаких за исключением того что 6b23-1 гмр он первого типа размера а горный третьего теперь мы остановимся поподробнее на 6b23-1 из опытной войсковой партии как я уже ранее обращал внимание напашник имеет более квадратную форму аромит здесь вшит то есть его извлечь невозможно как во всех остальных частях этого бронежилета чехол выполнен из хлопчатой бумажной ткани с добавлением аромидной нити в отличие от более поздних выпусков где уже применялась хбшка с полиамидной нитью здесь пояс другой совсем здесь нету вот этих хлястиков внешний пояс прошит велкоросорожней и изнаночной сторон приступим к воротнику воротник здесь вот толстый достаточно толще чем на более поздних вариантах система запирать не не менялась все года выпуска то есть запирается он с двух сторон вот таким образом здесь раскрывается липучка то есть это делается так и вот так закрывается собрать стороны делать точно так же вот воротник стоит перейдем к плечам в отличие от более поздних выпусков плечи начинает раскрываться сзади то есть вот здесь вот так здесь вот как раз видно что в аромит вшит то есть раскрывается он вот таким образом вот эта шлевка у нас соединена с воротником вот такую систему имеет сейчас мы его разберем уже теперь как до конца на две половинки грудную и спинную все вот бронежилет разобран вот отдельно грудная часть отдельно спинная часть видим климатико амортизационный подпор также внутренний вот пояс здесь сбоку вставлен аромит вместе с поролоном чтобы не натирала бока соответственно он здесь тоже отличается он здесь во всю длину прошит велкара не как у поле поздних вариантов вот не прошит но только здесь потому что здесь это не нужно теперь будем сейчас его разбирать будем разбирать сперва спину так как она ко мне поближе чтобы разобрать спинную часть необходимо открыть три замка на велкара раз два три вот здесь вот взять и раскрыть на более поздних выпусках так такого нет вот видно что у нас аромит вшит то есть извлек он неизвлекаемый то есть чехол стирается вместе с рамидом и штатно стоит экран по второму уровню защиты указывается завод это нпп-класс город москва модель бронежилета 6b 23-1 типоразмер 1-2 потому что всего типоразмеров опытного было 2 1-2 и 3 соответственно номер партии номер бронежилета в партии год выпуска 2003 и надпись второй уровень составе бронежилета то есть спинная секция защищает бойца по второму уровню защиты главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны теперь разберем грудную часть я переверну раскрывается грудная часть абсолютно точно так же как и спина единственное в этой части замок он более широкий раз два три опять же аромит вшит извлечь невозможно самым главным отличием опытного экземпляра от более поздних серийных это монолитная стальная бронепластина защищающая бойца по третьему уровню защиты главного ракетно-артиллерийского управления монолитная стальная бронепластина толщиной шесть с половиной миллиметров вот она стать маркировки такие же как и на спинном экране то есть бронежилет данный на одних номерах ничего не менялось ничего не терялось соответственно надписи грудная предприятие mpp класс город москва модель 6b 23-1 типоразмеры 1-2 номер партии номер бронежилета в этой партии год выпуска 2003 также представлен серийный номер бронепластины тоже 2003 года выпуска также на изнаночной стороне у нас маркировки вверх телу третий уровень составе бронежилета коррозия здесь никак не влияет на степень защиты как мое личное предпочтение перед тем как одеть на себя бронежилет я заправляю форму теперь одеваем бронежилет сперва на внутренний пояс застегиваться теперь на внешний кстати небольшое отступление вот эти шлевки нужны для того чтобы продеть ремень разгрузки и подогнать ее под бронежилет теперь мы фиксируем воротник ну и конечно же куда без казна теперь вторым по счету у нас идет 6b 23-1 в экспериментальной расцветке для южных регионов грозная расцветка для южных регионов и теперь мы Продолжение следует...